Делиться с ближними своими, в данном случае католиками, некоторые православные не хотят. За здание бывшего католического костела некая инициативная группа верующих решила побороться в интернете. Через сайт Русская Народная Линия трое верующих обратились к патриарху Кириллу. Попросили пересмотреть решение о передаче здания, в котором сегодня расположен Гаврила Архангельский монастырь. Хочется обратить особое внимание, что только благодаря усилиям и заботе православных людей этот храм, в отличие от большинства, не был разрушен и долгие годы поддерживался в хорошем состоянии. Хоть в городе и есть еще вновь отстроенный красавец собор, но он находится не в центре города. Административные здания епархии и монастыря, переданные православной пастве, представляют собой немалую материальную ценность. К новому владыке Лукиану авторы письма не обращались, и по данным епархии вовсе не являются прихожанами монастыря. Один из подписавшихся живет в Белогорье, другие за пределами Амурской области. А благовещенцы, которые могут иметь к этому письму отношения, последние несколько дней не отвечают на наши телефонные звонки. Чтобы расставить все точки над «и», благовещенская епархия решила обнародовать некоторые неизвестные ранее широкой публике документы. Они доказывают, решение передачи здания принято небезосновательно. Договоренность об этом между католическим епископом Ежемазуром и владыкой Гавриилом появилась еще в 1998-м. В протокол официальной встречи они встретились с католическим епископом Ежемазуром. И в частности, владыка тут заверил, что как только завершится строительство храма, занимаем православным верующим в настоящее время храм и здание апархиального управления, потому что где мы сейчас находимся, это госпиталь католического общества, будет передано католической церкви. Взамен католики перечислили на строительство кафедрального собора на Орелочном как минимум 100 тысяч долларов, при том, что его сметную стоимость, не считая убранства, в конце 90-х оценили в 15 миллионов рублей. Достоверно известно, что деньги на строительство поступали от трех католических организаций. Почти 48 тысяч немецких марок перечислила благотворительная организация «Ренавабис». 20 тысяч долларов Ежемазур передал от одной из конгрегаций США. 30 тысяч долларов перечислил фонд «Помощь церкви в беде». У нас есть пара писем «Благодарность от епископа Гавриила за помощь». Но про сумму, как написано в Евангелиях, пусть правая рука не знает, что делает левая рука. Православные говорят о 100 тысячах долларов. Но у нас есть другие источники, более конкретные. Просто мы не хотим обсуждать этот вопрос. Но она больше или меньше? Больше. Деньги получены, православный храм построен. Католики в области их около 300, бывший костел так и не получили. Восстановить справедливость предстоит новому руководству Благовещенской епархии. Известно, что решение о передаче здания принято не на местном, а на высшем уровне. И вот эта ситуация, она как бы изначально была нездоровая. Второе, что как бы получается православные деньги взяли, храм построили, а костел не вернули. И сегодня владыке Лукьяну, можно сказать, это дело приходится расхлебывать. И он сегодня, самое обидное, оказался крайним в этой ситуации. Хотя начинал все не он. Когда передача здания состоится, пока неизвестно. Для этого нужно, чтобы Гавриила Архангельскому монастырю и самой епархии было куда переезжать. А переезжать пока некуда. На строительство новых зданий, вероятно, уйдет не один год. Наталья Храмова, Ольга Канюшкина, Андрей Молев. Альфа новости.